Время подошло, будем начинать. Итак, сегодняшний наш вебинар будет посвящен образованию в Европе. В нем мы откроем нашу серию осенних вебинаров от компании 2Т. Меня зовут Татьяна, я руководитель проекта образования в компании 2Т. И сегодня расскажу вам о том, где можно учиться, какие страны мы представляем, какие учебные программы, все о поступлении, о том, с какими вопросами сталкиваются наши абитуриенты, ну и, конечно же, как это все решается. Итак, начнем наш вебинар. Рада вас всех приветствовать. Надеюсь, что уже все раздумывали о том, как бы начать свою учебу в Европе. Кто-то уже больше изучил этот вопрос, кто-то меньше. У кого-то уже возникла масса вопросов, которые с этим связаны. Кто-то только в самом начале. Поэтому мы перейдем сначала к вопросам, с которыми сталкиваются наши абитуриенты. На самом деле при поступлении возникает всегда очень много вопросов. Иногда абитуриент и в своей стране не совсем понимает, где бы хотел учиться, какую специальность выбрать, по выбранной специальности какой вуз лучше подобрать. А когда речь идет об образовании в другой стране, то здесь сталкиваются с тем, что даже рассматривая одну страну, можно наткнуться более чем на 1500 образовательных программ. И какой вуз выбрать, и какие предметы изучаются, все эти вопросы у студентов, конечно же, возникают. Для приезда на учебу что нужно? Нужна виза или нужно получить вид на жительство? Как это сделать? Где получить? Какие документы подать? Когда подать? Как правильно, чтобы не получить отказ? Как просчитать свои шансы, чтобы все-таки получить свой долгожданный ответ положительный от университета? У иностранцев часто возникают вопросы, неужели для иностранных студентов совсем другие сроки? Неужели я не могу найти какую-то правильную информацию? Вузы или не отвечают, или отвечают размывчато, или можно найти информацию в разных источниках тоже разные. Все эти вопросы нужно обязательно изучить заранее, нужно все это предусмотреть для того, чтобы потом не получилось какой-то неприятной ситуации, так как упущенный учебный год. Когда студент, например, получил отказ от университета, потому что неправильно подал документы или не те документы подал, конечно же, это может быть связано с потраченными впустую деньгами, поскольку уже пакет документов собран, все переводы сделаны, справки все получены, и потом это все нужно начинать будет сначала. Ну и, конечно же, в таком случае это связано еще и со стрессом, как для абитуриента, так и часто для родителей. Поэтому для того, чтобы так не случилось, нужно обязательно начинать всю подготовку заранее. На самом деле, ну, поступление и поступление. Хотел поступить, посмотрел, что нужно, и начинаешь работу, но это только видимая часть айсберга. На самом деле, очень много вопросов остается в глубине. И для того, чтобы получить положительный ответ от университета, мы начинаем свою работу за несколько месяцев вперед. На самом деле, сегодня на вебинаре я не смогу вам дать какой-то волшебный совет, как очень легко поступить в любой европейский вуз. Такого совета просто не существует. У каждого вуза, у каждой страны есть какие-то свои особенности. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим преимущества образования в Европе, рассмотрим, какие программы есть, какие страны, какие условия поступления. Ну и в конце вебинара, возможно, вы определитесь, что вам больше по душе, какая страна, какие условия вам больше подходят. Ну и почему же выбирают Европу? Самые очевидные преимущества – это, конечно же, европейский диплом, который получают выпускники, поскольку мы работаем только с аккредитованными программами, что дает гарантию то, что выпускники получат европейский диплом, который признается всеми странами ЕС и рядом других стран. На самом деле здесь очень качественное образование, поскольку все образование сильно ориентировано на практику. Это и приглашенные преподаватели, практикующие, это и сама практика в организациях, когда она… Студенты, они уже как полноценные рабочие проходят эту практику. Полный рабочий день, они сталкиваются со всеми теми вопросами, с которыми сталкиваются обычные рабочие, и выходя из вуза, уже закончим образование, они являются действительно квалифицированными уже специалистами, которые могут приступать к работе. На основании обучения в большинстве европейских стран студенты получают вид на жительство в стране. Вид на жительство в шенгенской зоне им не только позволяет жить в той стране, где они учатся, но и беспрепятственно перемещаться по всей шенгенской зоне. Конечно же, вид на жительство еще дает возможность студентам работать. В Европе это обычная практика, очень часто студенты работают, предпочитают работать по своей специальности. На первом курсе это, конечно же, сложно, но на старших курсах уже очень многие практикуют именно свою специальность. Конечно же, учеба в Европе – это еще очень хорошая возможность увидеть мир. Здесь и международные контакты очень развиты, также благодаря программе студенческого международного обмена. Самая известная программа – это Erasmus+. По этой программе можно поехать в партнерский вуз другой страны от трех месяцев до года. Студент выбирает срок, студент выбирает страну. Каждый год здесь проходят конференции по Erasmus, и можно услышать, какие программы, какие вузы, какие страны предлагаются именно на этот учебный год. Конечно же, для этого нужен еще хороший английский язык. В большинстве стран, которые мы предлагаем, такие как Словения, Словакия, Чехия, здесь очень близкая культурная среда. Язык Кини очень сложный для изучения, то есть учить их, конечно же, нужно, но на самом деле они учатся проще, допустим, чем тот же английский язык. Ну и большим плюсом для студентов являются студенческие скидки. Здесь у студентов есть скидки на проезд, скидки на посещение различных мероприятий. В некоторых странах у студентов есть даже скидки на питание, то есть студент здесь не останется голодным. Кто же является нашими студентами? Чаще всего это, конечно же, выпускники школ, выпускники колледжей, которые могут поступать в европейских странах как на уровень бакалавриата, так и в колледже. Колледжи в Европе относятся к высшему образованию, поэтому они доступны также после 11 класса или после колледжей своей страны. То есть после 9 класса в колледж нельзя поступать, это именно высшие школы. В университете на бакалавриате есть масса разных программ, и они доступны будут все. Конечно же, там нужно будет посмотреть на каких условиях. Выпускники бакалавриата могут поступать в европейские вузы на магистратуру. Магистратура длится от одного года до двух лет в зависимости от учебной программы. Если поступление на магистратуру связано напрямую с дипломом бакалавра, то есть поступать можно на свою же специальность или на смежную специальность. Если человек хочет заменить, кардинально заменить свою специальность, то здесь тоже может идти речь и о поступлении на бакалавриат, то есть получение второго бакалавриата. Ну и все чаще у нас стали появляться взрослые студенты. Это взрослые абсолютно люди, у которых уже есть законченное образование. Кто хотел бы, например, сменить свою профессию и довольно быстро, например, за два года в колледже получить другую профессию. Кто-то готов еще раз учиться на магистратуре. То есть здесь мы подбираем программы в зависимости от пожеланий. И взрослые студенты очень часто это люди, предприниматели, те, кто рассматривают разные способы эмиграции и в том числе переезд в другую страну по образованию. Ограничений для обучения в Европе, возрастных ограничений для обучения в Европе нет, поэтому здесь вот доступно, образование доступно всем. О нашей компании. Возможно, кто-то сегодня с нами на вебинарах впервые и просто увидел нашу рекламу, зарегистрировался, подключился. Те, кто еще не знают о нас, хочу немного рассказать о нашей компании. Называемся мы 2TM. 2TM – это 23 специалиста и говорим мы на шести разных языках. То есть у нас есть несколько разных департаментов, которые работают с разными рынками. Работаем мы в сфере образования уже 6 лет. Сотрудничаем с вузами Словении, Словакии, Чехии, Венгрии и Германии. На сегодня мы очень гордимся тем, что в этом году снова 100% наших студентов были зачислены в учебные заведения. И приехали на учебу. Кто-то приехал уже, кто-то вот приедет в скором времени. Также у нас есть своя аккредитованная языковая школа. О языках, о курсах языковых я вам расскажу чуть позже. Также хотела сказать, что по окончанию всей презентации я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Поэтому вы можете писать вопросы в чат, можно писать их в ходе презентации или по окончании. Мы представляем обучение в таких странах, как Венгрия, Словения, Словакия, Германия и Чехия. Наш главный офис находится в Словении. Здесь мы работаем с абсолютно всеми учебными заведениями. В других странах у нас есть представительства. И мы представляем свои партнерские вузы. Начнем мы со Словении. Здесь мы можем предложить образование на уровне колледжа, которое длится 2 года, бакалавриат 3 года, магистратура 2 года и докторантура 4 года. Также мы помогаем с зачислением школы. То есть, если студенты приезжают с детьми, например, их здесь можно зачислить в школу. И дети учатся до 9 класса в школах бесплатно. Словения хоть и небольшая страна, но на ее территории функционирует 6 университетов, 48 институтов и 50 колледжей. Учебных программ здесь очень много. Выбор большой. И на самом деле можно подобрать практически любое направление, которое вас интересует. По образованию в Словении у нас будет более подробный вебинар завтра. И тех, кто интересует именно эта страна, подключайтесь, пожалуйста, к нашему завтрашнему вебинару. Или те, кто, например, ничего не знал о Словении, услышите более подробно это все завтра. Сегодня мы поговорим только вкратце о каждой стране. Образование в Словении можно получать на славянском языке или на английском. Программ на славянском, конечно же, больше. И на самом деле большинство студентов сейчас выбирают учебу на славянском языке. Заканчивают курсы, проходят курсы славянского языка. Курсы в основном сейчас у нас проходят онлайн. О них я вам расскажу. Ну и изучив славянский на курсах, идут на учебу в университеты и в колледжи. Какие самые популярные программы? Это экономика, как везде сюда мы отнесли. Пожалуй, все экономические направления, как менеджмент, маркетинг, финансы, банковское дело и другие. Инженерные программы. Инженеры на самом деле востребованы сейчас везде, по всей Европе. Сюда тоже отнесли все инженерные направления, как электротехника, электроника, строительство, машиностроение, туризм. Ну, конечно же, в такой туристической стране, как Словения, очень даже хорошо изучать туризм. Здесь очень много практики сразу для студентов. На самом деле в Словении круглогодично очень много туристов приезжает. Программ по туризму здесь тоже довольно много. Программы дизайны сюда относятся как дизайн интерьера, дизайн одежды, так и графический дизайн. IT, конечно, всегда самое популярное направление. Здесь тоже есть разные программы в зависимости от того, каким программистом вы хотите быть, что бы хотели делать. Ну, и архитектура тоже всегда популярная специальность. Поступление на эти программы проходит без вступительных экзаменов. На большинство из них исключением являются творческие специальности, творческие направления, как дизайн и архитектура. Здесь при поступлении будут обязательно творческие вступительные экзамены. По остальным программам вступительных экзаменов нет. То есть для поступления очень важно правильно подготовить весь пакет документов, правильно подобрать программу и вовремя все подать. Следующая страна, которую мы рассмотрим, это Венгрия. Так, здесь мы представляем 10 государственных факультетов и один частный американский колледж. Это наши партнерские учебные заведения. Программ здесь тоже очень много, всегда можно подобрать. В Венгрии мы представляем обучение на английском языке. Здесь есть как бакалавриат, так и магистратура и докторантура. Для поступления, конечно же, нужен хороший английский язык, не ниже уровня В2. Самые популярные программы здесь программы из области медицины, IT, инженерные программы, экономические, гуманитарные и программы по естествознанию. Вы сейчас видите их все на экране. Поступление на большинство программ также проходит без вступительных экзаменов. Есть программы, на которых они нужны. Например, медицинские. На них всегда будут вступительные экзамены. По медицинским программам здесь нужно будет сдать тест по биологии, химии и по английскому языку. По остальным программам. Есть программы, по которым нужно будет пройти собеседование. Есть те, на которые поступление проходит на основании пакета документов. Причем при поступлении на программы на английском языке, обязательным документом здесь является сертификат о знании английского языка. В Германии мы предоставляем тоже наши партнерские учебные заведения, где возможно обучение на бакалавриате и на магистратуре. Обучение возможно как на английском языке, так и на немецком. Наверняка вы знаете, что поступление в учебные заведения Германии связано еще с тем, что для поступления нужно 12, законченные 12 классов. Это когда идет речь о поступлении в государственные университеты. В частные учебные заведения Германии можно поступать сразу после 11 класса, то есть оно доступно и тем школьникам, которые заканчивают школу, заканчивают 11 класс 17 лет. Если вы нацелены на государственные вузы Германии, то здесь вам нужно будет пройти подготовительный год в студенколлег. В студенколлег есть разные. Мы, например, представляем студенколлег по экономическому направлению и по техническому направлению, в зависимости от того, куда вы дальше хотите поступать. Наш студенколлег аккредитован не только как подготовительная школа для поступления в государственные университеты Германии, но и как центр приема экзаменов. То есть вас будут готовить к экзаменам и те же преподаватели у вас будут принимать эти экзамены. Здесь можно говорить уже о стопроцентном поступлении далее, стопроцентной сдаче экзаменов в том случае, конечно же, если вы действительно будете готовиться, если вы действительно приложите усердие. Для поступления на программы на английском языке вам нужен хороший английский на уровне не ниже B2. Для поступления на программы на немецком языке также ваш немецкий должен быть на уровне B2 как минимум. Для поступления в студенколлег у вас может быть немецкий на уровне А2, И тогда у вас будут сначала курсы немецкого и потом дальше подготовка именно по предметам, по которым вы будете сдавать экзамены. Если у вас немецкий хороший B1, B2, тогда вы уже проходите непосредственно саму подготовку к экзаменам. В Германии, в нашем партнерском вузе мы можем вам предложить направление по экономике, по организации спортивных мероприятий, а также направление по искусству и дизайну. На сегодня самая часто спрашиваемая у нас программа – это гейм-дизайн. Почему-то она самая популярная сейчас среди выпускников школ. Но, конечно же, остальные программы тоже востребованы. По Германии хотела добавить еще, что на творческие специальности здесь, конечно же, тоже будет творческий вступительный экзамен. Ну и мы переходим к следующей стране. Это Словакия. В Словакии можно учиться как на словацком языке, в государственных университетах на словацком языке обучение будет бесплатным, так и можно учиться на английском языке, на платных учебных программах. Программ на словацком языке очень много, учебных заведений много, то есть здесь мы можем делать вам подборку по тому, что вы хотите, какое направление вы хотите. Есть факультеты, на которые можно поступать без вступительных экзаменов и на которых не просят сертификат словацкого языка. В любом случае мы всегда рекомендуем начинать все-таки учить язык заранее, потому что приезжать на учебу, учиться и параллельно учить словацкий язык или какой-то еще другой иностранный язык на самом деле сложно. Поэтому, конечно же, желательно начать учить язык заранее и приехать в Словакию учиться на словацком языке, уже зная его. Ну и по программам на английском языке мы в первую очередь представляем здесь программы медицинского цикла. Это общая медицина, стоматология и фармациня. О медицинском направлении вам расскажет больше моя коллега на вебинаре в среду. Он будет посвящен именно медицинским учебным программам. Она разберет, в каких странах можно изучать медицину и какие есть общие черты или отличия. Для поступления на эти программы всегда есть вступительный экзамен. Экзамен, то есть это экзамен по биологии, по химии, экзамены проводятся на английском языке. То есть здесь дополнительно отдельно английский не нужно будет в Словакии сдавать. Если вы сдали биологию и химию на английском, это уже показатель того, что вы хорошо знаете английский язык. Ну и, конечно же, всегда есть подготовительные курсы для того, чтобы вы хорошо подготовились к этим экзаменам. В Чехии. Для поступления в Чехии обязательно нужно сдать вступительный экзамен в университет для обучения на чешском языке. Учиться на чешском языке здесь можно бесплатно. Для этого нужно, конечно же, пройти курс подготовки, поскольку вам не просто нужно хорошо знать чешский язык. Вам на этом языке нужно сдать вступительные экзамены по определенным предметам. Поэтому в Чехии мы представляем курсы подготовки к поступлению. Это годовые курсы, они профильные, то есть есть экономические специальности, технические, гуманитарные, медицина, естественные науки или творческие. Готовят на этих курсах общее в них то, что начинается все с изучения непосредственно чешского языка. Это интенсивный курс чешского, который потом перетекает в изучение предметов на чешском языке. И вы будете изучать именно те предметы, которые вам потом нужно будет сдавать на вступительных экзаменах. Курс длится год. Стоимость курса в разное в зависимости от того, на какое направление вы хотите далее идти. Стоимость курса от 4200 до 4500 евро за этот год. Но далее вы поступаете в чешский вуз уже на бесплатную учебу. Конечно же, нужно будет постараться подготовиться очень хорошо для того, чтобы все прошло удачно. Ну и в эти курсы еще входит также консультация по учебным заведениям, подача документов на нострификацию и подача заявок и документов уже непосредственно в университет. Давайте посмотрим страны, о которых мы сегодня говорили. В зависимости от того, какие условия проживания в стране, тоже это важный момент для выбора, где учиться, где жить студенту. Для обучения в Словении, например, иностранные студенты получают сразу вид на жительство и по нему выезжают в страну. В остальных странах это Германия, Словакия, Чехия и Венгрия. Изначально студенты получают визу. По визе приезжают в выбранную страну и уже в выбранной стране подают документы на вид на жительство. При этом Германия и Чехия вид на жительство предоставляют на один год. И далее с правом продления Словакия и Венгрия выдают вид на жительство на весь период учебы. Расходы на проживание студентов в месяц приведены, конечно же, средние. То есть это очень будет зависеть и от того, в каком городе будет жить студент, в маленьком городе или в столице. И от того, будет он жить в общежитии или будет снимать квартиру. И от того, конечно же, как он привык, к какому образу жизни привык студент. Проживание возможно как в общежитиях, так и можно арендовать квартиру. На сегодня, на самом деле, большинство студентов живут в общежитиях. Общежития здесь очень комфортные, с комфортными условиями. Поэтому большинство студентов у нас, конечно же, живут в общежитиях. Ну и студенты имеют право работать во время учебы. В Словении можно работать 40 часов в неделю, то есть здесь нет ограничений практически для работы. В Германии, в Словакии и в Чехии студент может работать 20 часов в неделю, в Венгрии 24 часа. То есть работа во время учебы – это обычная практика в Европе. Таким образом, студенты часто уже находят и работодателей, которые готовы их взять после окончания учебы. Ну и что касается трудоустройства, то в Словении студенты очень часто трудоустраиваются уже во время учебы, то есть на последних курсах, когда они проходят практику, когда они начинают студенческую работу. Ну, либо можно этот срок обучения тоже продлить на год и взять себе такой период для поиска какой-то работы. В Германии вид на жительство для поиска работы продлевается на 18 месяцев. То есть это как раз то время, когда студенты могут искать себе работодателей. В Чехии и Венгрии этот период занимает 9 месяцев продление ВНЖ имеется в виду. Ну и отличительная особенность Словакии – то, что иностранные студенты, выпускники словацких вузов могут работать, не запрашивая разрешения на работу. И немного о нашей языковой школе, о наших подготовительных курсах. Здесь мы представляем курсы славянского языка, английского, немецкого и чешского языка. Сейчас в разработке у нас еще курсы словацкого языка. Они скоро должны запуститься. Но сейчас на слайде вы видите даты ближайших курсов. На сегодня большинство курсов у нас проходит в форме онлайн. Насколько себя зарекомендовала эта форма, на самом деле очень даже удобно многим студентам учиться именно онлайн, потому что им не нужно тратить на это год. Обучаясь в 11 классе, студенты уже начинают учить язык. И по окончании школы уже приезжают со знаниями языка. Чешский язык проходит у нас непосредственно в Чехии. Все остальные курсы, вы видите, есть также в форме онлайн. Как же проходит весь этап подготовки? Начинаем мы, конечно же, с бесплатных консультаций, поскольку и вам очень важно понять, что мы можем вам предложить именно в вашей ситуации. Ну и ситуации чаще всего очень индивидуальны. То есть здесь и нам нужно услышать, что вы хотите, какое образование у вас уже есть, чтобы подобрать, какие программы вам оптимально подойдут. Когда мы с вами пообщались, вы уже получили ответы на ваши вопросы и понимаете, что вы хотите выбрать, какую страну, какие условия вам больше подходят. Мы начинаем непосредственно уже нашу работу по сопровождению поступления. У нас есть разные пакеты по сопровождению в зависимости от выбранной страны и в зависимости от необходимой поддержки с нашей стороны. То есть об этом тоже можно подробно почитать на нашем сайте. В ходе нашей подготовки мы выбираем с вами уже непосредственно учебную программу в зависимости от того, что вы хотите получить, какие предметы изучаются по той или иной программе, в зависимости от стоимости обучения, но и в зависимости от того, кому-то важен язык обучения, кому-то город. То есть все это мы предусматриваем. Мы рекомендуем записываться на курсы уже непосредственно во время подготовки. Чем раньше вы запишетесь на языковой курс, тем, конечно же, лучше вы изучите язык уже непосредственно к началу учебы в университете. Мы актуализируем всю информацию по местам для иностранных студентов, по требованиям учебных заведений. Из года в год требования тоже могут меняться. По документам изучаем полностью ваш пакет документов на соответствие требованиям ВУЗа. Консультируем по каждому документу. Всю информацию вы получаете из одного источника. И информация достоверная, поскольку мы напрямую общаемся с учебными заведениями. Отправляем документы в выбранные ВУЗы, на выбранные факультеты. Вначале, конечно же, документы должны пройти признание. После этого подаются на зачисление. Всю эту работу проводим мы. Общаемся с учебными заведениями. И получаем положительный ответ о вашем зачислении. После этого сопровождаем подачу документов на вид на жительство или консультируем вас по получению визы, ваш приезд непосредственно в страну, ну и начало учебы. Вот так схематически выглядит наша работа. И на самом деле, да, повторюсь, но мы можем гордиться тем, что у нас все-таки все студенты поступили и благополучно начинают учебу. Это то, что я хотела вам рассказать на сегодняшнем нашем вебинаре. Сейчас вы видите на экране наши контакты. Вы всегда можете связаться с нами по электронной почте или по мессенджерам. Следите за нашими новостями в соцсетях. Ну и, конечно, дополнительную информацию всегда можно найти на нашем сайте. Я сейчас готова ответить на ваши вопросы. Сейчас посмотрим, какие у нас есть вопросы. Так, первый вопрос. Здравствуйте, мне 38 лет. Хочу получить психологическое образование в Европе. Есть ли программы магистратуры на английском в Словении? Вы можете получать образование в Словении. Программы магистратуры по психологии есть, но они на славянском языке. На английском языке именно по этому направлению, к сожалению, программ нет. Ну и нужно всегда учитывать, что поступление на магистратуру напрямую зависит от вашего диплома бакалавра. То есть в зависимости от того, какой у вас диплом бакалавра, здесь уже я точно смогу вам сказать, какие программы вам могут быть доступны на магистратуре. Добрый день. Если поступать в Словению на промышленный дизайн или архитектуру, помимо творческого конкурса, подскажите, какое портфолио заранее подготовить для поступления? Я имею в виду рисунки. Наталья, спасибо вам за вопрос. Смотрите, промышленный дизайн и архитектур. Промышленный дизайн – это одно направление. Архитектура – это другое направление. Там будет разный творческий вступительный экзамен. Если по промышленному дизайну вам действительно нужно будет портфолио, то по архитектуре вам нужно будет приехать сюда на экзамен. И тоже это будет зависеть от учебного заведения, так как архитектура есть в разных вузах. В зависимости от того, в какой вуз вы будете поступать и какую специальность вы все-таки в итоге выберете, можно будет вам четко уже сказать по вступительному экзамену. Если вы хотите учиться именно на творческих направлениях, мы всегда рекомендуем взять подготовительный курс, поскольку вступительные экзамены творческие здесь выглядят немножко иначе, и наши студенты бывают удивлены. У нас есть на сайте интервью со студентами в разделе «Блог», и там тоже можно найти интервью со студентами, которые поступали на архитектуру, например, я думаю, будет интересно почитать, как выглядел экзамен. Штуден коллег только на немецком? Штуден коллег есть на немецком, и на немецком есть экономическое направление и техническое, на английском есть экономическое направление. То есть в студен коллег можно учиться и на английском языке. Добрый вечер. Сколько стоят ваши услуги? Наше сопровождение, стоимость нашего сопровождения зависит от выбранного пакета, от выбранной страны. То есть есть пакет 500 евро, есть пакет 1000, полторы и две с половиной. В зависимости от того, в какую страну вы хотите поступать и какая поддержка вам нужна с нашей стороны. То есть нужно ли вам только выбор программы и подготовка документов, подача документов, или вы хотите, чтобы туда еще входило сопровождение получения вида на жительство, нужны ли вам переводы, или переводами вы будете заниматься самостоятельно. То есть в зависимости от этого вы можете выбрать тот пакет, который вам больше подходит. Вы перечислили страны для поступления, а Австрию, Венский университет не работаете? Спасибо. Ольга, спасибо за вопрос. Нет, с Австрией мы не работаем, с Венским университетом. В принципе, очень часто к нам приезжают те, кто даже был нацелен на Австрию, очень часто приезжают и учатся в Словении. Например, в Мориборе, Мориборский университет, он находится на границе с Австрией. Обучение здесь намного дешевле, намного легче выучить славянский язык, потому что те, кто ориентируется на Австрию, тоже не всегда хорошо владеют немецким языком, например. И программы здесь идентичны. Очень часто вот именно Мориборский университет, он строит свои программы в соответствии с австрийскими, поскольку очень часто они обмениваются студентами. Студенты проходят в Австрии, могут проходить практику, могут проходить стажировки. Поэтому нет, мы работаем именно вот со славянскими вузами. В этом плане. Если уже есть диплом архитектурного Российской Федерации, можно ли его подтвердить? Наталья, если речь идет о подтверждении диплома непосредственно для работы, то в принципе можно, да, но подтверждением дипломов для работы мы не занимаемся. Мы, ну, если вы хотите просто его подтвердить, доказать знания языка, доздать какие-то предметы, то есть это такой довольно длительный процесс. Если вы хотите дополнительно получить здесь образование, например, у вас есть диплом архитектора, и вы хотите здесь закончить еще магистратуру по архитектуре, то да, пожалуйста, с этим всегда поможем. Так, спасибо за ответ. Есть ли, например, промдизайн Люблянского? Наталья, напишите нам, пожалуйста, на электронную почту, то есть мы рассмотрим, что именно вы хотите, и там тоже есть как бы свои нюансы в зависимости от того, куда вы идете. Татьяна, добрый вечер. После завершения обучения в Словении пять лет бакалавриат и магистратура на каком основании можно там остаться? Какие возможности получения документов? Шенгенский паспорт. Так, после, смотрите, на основании обучения в Словении иностранные студенты получают вид на жительство. То есть это именно вид на жительство на основании учебы. По окончании учебы вид на жительство можно переоформить на вид на жительство на основании работы. И на этом основании большинство наших студентов здесь и остаются. Конечно, если они нацелены, именно остаться именно в Словении, потому что кто-то едет дальше, для кого-то Словении – это только как бы отправная точка для работы в других странах. Тот, кто нацелен именно на Словению, он, да, может остаться работать в Словении, переоформив ВНЖ на рабочий. Для того, чтобы дальше, то есть вот шенгенский паспорт, это, я так понимаю, вы имеете в виду гражданство. Для гражданства нужно сначала стаж ВНЖ 5 лет, стаж ПМЖ 5 лет, и после этого можно получать гражданство. Да, Словения – та страна, которая дает гражданство иностранным гражданам. То есть это все возможно. Конечно, подскажите, как подготовиться к творческому конкурсу на факультет дизайна в Словении. В Словении есть курсы, которые тоже проходят, по-моему, с прошлого года уже они проходят онлайн, но в связи с нынешней ситуацией, какие там, возможно, будут проходить и очно в этом году, еще по очным информации нет. Есть подготовительные курсы для творческих экзаменов. Они нацелены на поступление на конкретную специальность в конкретном университете. То есть их проводят преподаватели из данного университета, и они четко понимают, что нужно подготовить, как нужно подготовить, какие будут требования, поэтому мы, конечно же, очень рекомендуем записаться на эти курсы. Для изучения положения окон докладчика и презентации выберь… Так, это что-то техническое, извините. Следующий вопрос. Занимаетесь ли вы нострификацией диплома в Словении, например? Если речь идет о нострификации для дальнейшего обучения, да, конечно, это мы делаем. Так, вопросов больше нет. Если у кого-то есть еще вопросы, кто-то, может быть, пишет, здесь вы можете в Zoom поднять руку, чтобы я видела. Будут еще вопросы? Или мы можем с вами уже заканчивать? Так, есть еще вопросы. Могу ли я легализовать ребенка один год? Я являюсь студенткой. Вы здесь нужно понимать, вы являетесь студенткой какой страны? Словении, Словакии, Чехии. Ага, Словении, спасибо. Спасибо. В Словении, да, здесь действительно в Словении есть проблема с воссоединением дошкольных детей, но это тоже все решаемое в зависимости от того, от состава семьи. Напишите, пожалуйста, на электронную почту или давайте мы с вами созвонимся, свяжемся и обсудим, потому что это очень индивидуальная ситуация. Сейчас в Словении можно уже вас соединять до школьников, детей, но там есть определенные условия. Обучение на Словенском, в Словении, бесплатно в любом ВУЗе. Обучение в Словении для иностранных граждан является платным. Это не зависит от языка обучения, это зависит от того, от гражданства самого студента. Для граждан ЕС обучение здесь может быть бесплатным в государственных университетах. Для граждан других стран обучение в Словении платное. Обучение в Венгрии на английском языке платное или бесплатное? Обучение в Венгрии на английском является платным. Стоимость разная в зависимости от программы. У всех факультетов есть свои ценники, поэтому вы можете написать нам опять-таки на электронную почту, и мы вам вышлем стоимость определенного направления. Можем также сделать подборку по интересующему вас направлению по разным странам, чтобы вы могли сравнить. Скажите, пожалуйста, когда нужно начинать подготовку ребенка в 10 классе? Спасибо. Подготовку можно начинать в 11 классе. Мы очень рекомендуем начинать не позже, чем в начале 11 класса. Если речь идет о таких странах, как Словения, Словакия, Чехия. Если вы ориентированы на Венгрию, на английском языке или на Германию, на английском или на немецком языке, конечно же, вам язык нужно учить очень заранее для того, чтобы вы могли достичь необходимого уровня. Ну, а непосредственно подготовку документов, в принципе, можно начинать в начале 11 класса. За год можно все прекрасно успеть. Это не спеша, все постепенно. Это будет такой оптимальный срок. Так, вопросов пока больше не вижу. Так, и еще раз хотели бы уточнить, мы из Украины, обучение в Словении платное. Да, для граждан Украины обучение в Словении будет платным вне зависимости от языка обучения, на словенском или на английском. Обучение в Словакии на словацком языке будет бесплатным. Поэтому в зависимости от того, какую вы страну хотите выбрать. Обучение в Германии на английском языке платное? Да, обучение на английском языке во всех странах является платным. А где-то можно учиться в магистратуре бесплатно гражданам Российской Федерации? Да, можно. В Словакии на словацком языке можно учиться бесплатно. И в Чехии на чешском языке тоже можно учиться бесплатно. Ну, конечно же, вам нужно... То есть, если в Словакии у вас при поступлении не будут... По большинству программ не просят сертификат словацкого языка, то при поступлении в чешский ВУЗ вам нужно будет сдать экзамен по чешскому языку. Так, если есть еще вопросы, напишите, пожалуйста. Или поднимите руку, чтобы я видела. Мы подождем ваши вопросы. Если все... Поскольку вопросы у нас закончились, спасибо вам большое всем за внимание, за то, что вы были с нами. Так, извините, все-таки еще появился вопрос. Курсы чешского языка есть и сколько стоит? Да, есть просто курс чешского языка, есть профильные подготовительные курсы по чешскому языку. Просто курсы чешского стоят от двух... Так, от двух тысяч годовой курс, в зависимости от того, какой курс вы хотите взять. Подготовительный профильный курс зависит от профиля подготовки. Там будет идти подготовка не только по чешскому языку, но и по предметам, которые вам нужны будут далее для вступительных экзаменов, для обучения. И такие профильные курсы стоят от 4200 до 4500 евро в год. Это годовой курс. Так, спрашивают, будет ли запись. Да, наш вебинар записывается. Запись будет по окончанию всей серии наших вебинаров. На почту всем, кто участвовал в вебинарах, будет рассослано... Всем, кто регистрировался на наши вебинары, будет рассослано видео наших вебинаров. Так, в Словении ВНЖ продлевается каждый год обучения. И Чехия тоже. Да, вид на жительство и в Словении, и в Чехии продлевается каждый год. А есть ограничения по возрасту на поступление в магистратуру. Спасибо. Нет ограничений, возрастных ограничений для обучения нет. Для поступления в магистратуру, в том числе, возрастных ограничений здесь нет. Онлайн чешский язык можно учить у вас? По онлайн-курсам сейчас не готова ответить. Я уточню. Напишите, пожалуйста, ваш вопрос на электронную почту. На сегодня точно могу сказать, что есть курсы, которые проводятся непосредственно в Чехии. По онлайн-курсам нужно просто уточнить. В Германии обучение на немецком языке платное. В Германии на немецком есть обучение платное и есть бесплатное. То есть если это частные университеты, то можно учиться в них платно. Если это государственные университеты, то в них можно учиться бесплатно. Само собой, что в государственные университеты поступить сложнее. то есть там нужен сертификат о знании немецкого языка в зависимости от того, какой это университет, кто-то принимает на уровне B2, большинство принимает на уровне C1, плюс нужно сдать вступительные экзамены на немецком языке. То есть если вы заканчиваете только школу, то есть закончили 11 классов, вам еще нужен дополнительный год обучения, поскольку система в Германии устроена по-другому, и там школьники заканчивают 12 классов. Этот дополнительный год, это может быть студент-коллег, например, в котором вы как раз подготовитесь к экзаменам, к сдаче экзаменов на немецком языке. Курсы словацкого у вас будут онлайн, сколько они по времени? Да, курсы словацкого у нас будут, сейчас они как раз в разработке, скорее всего будут онлайн, пока по времени сказать не могу. Тоже, если вы напишите нам на сайт или на электронную почту, как только появится информация, я вам сразу отвечу. Скорее всего они будут зимой, то есть сейчас они находятся в разработке. Так, вопросы закончились у нас. Тогда благодарю всех за внимание, спасибо, что были с нами. Если вдруг на какие-то вопросы я не ответила, напишите, пожалуйста, нам на электронную почту, либо вы не получили полный ответ или что-то не поняли. Буду рада всегда с вами связаться, проконсультировать индивидуально именно по вашей ситуации. Спасибо всем большое за внимание. До свидания. Будем рады видеть вас на вебинаре завтра. Послезавтра у нас вебинары будут проходить во вторник, в среду и в четверг еще. Во вторник у нас будет вебинар посвящен именно образованию в Словении. В среду это будет вебинар по медицинским программам и в четверг вебинар по ВНЖ в Европе, а именно в Словении. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. До свидания.